Здравствуйте! С вами программа «Проверенные снасти» с Дмитрием Корзенковым на телеканале Трофей. Сейчас мы находимся в новом магазине «Проверенные снасти», который недавно открылся в Киеве на Оболонской набережной по адресу улица Приречная, 7-9, лодочная станция «Наталка». В этом магазине представлены только те снасти, которые мне хорошо знакомы и проверены лично мной на практике. Именно поэтому он называется «Проверенные снасти» с Дмитрием Корзенковым. Сейчас мы отправляемся на рыбалку со спиннингом на Киевское водохранилище. Для того, чтобы наша рыбалка была успешной, я подготовил следующий комплект снастей. Это спиннинговое удилище длиной 2 метра 15 сантиметров с тестом от 6 до 24 граммов. Безрационная катушка размера 4000. И комплект приманок. На шпулю катушки мы намотаем плетеный шнур с разрывной нагрузкой 5 килограммов. Набор съедобного силикона для ловли судака, который состоит из достаточно крупных виброхвостов, ярких расцветок. Также я подготовил окуневый силикон темных расцветок цвета машинное масло и ультрафиолет. Для оснащения силикона нам понадобятся ушастые грузила различного веса, оффсетные крючки трех разных размеров, как для ловли окуня, так и для ловли судака. И двойные крючки для оснащения судаковой силиконовой. Здравствуйте. С вами программа проверенной снасти. Помимо силиконовых приманок мы возьмем с собой комплект вращающихся блесен. И на всякий случай также положим космастер. На случай того, если увидим где-то бой жереха. Помимо приманок нам понадобятся также флюорокарбоновые поводки. Ну что ж, наш комплект снастей собран. Можем выезжать на рыбалку. Можем выезжать на рыбалку. Мы приехали в верховье Киевского водохранилища на рыболовную базу «Точка», которая находится в селе Стархолесик. Сейчас мы отправимся на просторы Днепра в поисках хищника. Здесь прекрасные разноплановые места, где можно рассчитывать на поимку окуня, щуки, судака, жереха и сома. Сегодняшнюю рыбалку мы планируем начать в одном из известных нам уловистых мест, где обитает огонь. Здесь расположено травянистое мелководье, которое ограничится с глубокой канавой. И вот недалеко от этой бровки ранним утром очень неплохо клюют окуни. Начать планируем с вращающихся блесен. Если на них клево не будет, то перейдем на силиконовые приманки. Итак, приступим к ловле. Делаем первый заброс в лучах утреннего солнца с надеждой на первую поклевку. Приловлено вращающуюся блесну. Я после заброса даю ей опуститься на дно. Потом легким рывочком заставляю блесну подняться в толщу и заработать. И потом начинаю медленно вращать катушку. Приловлено эти блесны. Иногда решающее значение имеет именно скорость проводки. Часто работает самая медленная проводка буквально на грани срыва вращения лепестка. Наш первый трофей. Небольшой окунь. Возле водорослей клюнул на нашу вращающуюся блесну. Пока клев не активный, но тем не менее первого полосатика поймать удалось. В принципе в этих местах такой окунь не считается зачетным, так как здесь много экземпляров более крупных. Часто мы ловим окуней в районе полукилограмма и более. Надеюсь, что и сегодня нам повезет и удастся поймать настоящий горбачей. Ну а этого окунька мы сейчас с благодарностью отпустим. Вообще, чем мне нравятся эти места? Тут как бы самый разнообразный хищник ловится. То есть никогда не знаешь, что тебе попадется на крючок. Помимо окуня здесь много очень щуки, судака. Попадается жерех, сом. То есть разнообразный хищник. Практически на каждой рыбалке удается поймать не менее 3-4 видов хищной рыбы. Я надеюсь, что сегодня нам тоже повезет. Мы кроме окуньков увидим и другую рыбу. Продолжим ловлю. Это что-то посерьезнее уже. Похоже на то. Чуть-чуть больше. От такого чуть-чуть большего окушка нам удалось соблазнить. Красавчик. Тоже не будем его долго мучить. Отпустим. Уже на силикон. Уже на силикон. Сейчас мы сместились в сильно заросшее водорослями место. Здесь есть такая небольшая канавка среди водорослей с чистым дном. Вернее, не совсем с чистым. То есть кусты водорослей все равно есть на дне. В принципе, водорослей очень много. И здесь выходит кормиться окунь на эту точку. Из-за того, что много водорослей, далеко не каждая приманка проходит. Например, вертушкой нормально ловить не получается. Поэтому мы используем монтажи на оффсетных крючках. Приманки, в принципе, там 2,5-3 дюйма. Они не совсем мелкие, потому что окунь ловится достаточно хорошего размера, попадается. Поэтому сильно мельчить с приманками не стоит. Ушастик используем где-то весом порядка 8 грамм. Проблема, что окунь сразу залазит в траву. Вот такие вот два окуня. Только сразу после подсечки надо сразу форсировать вываживание, потому что застреет в траве рыба и часто сходит. Поэтому максимально стараемся агрессивное вываживание применять, чтобы минимизировать сход. Ну, сегодня размер не радует, если честно. Но... К сожалению. Да. Тем не менее, вот удалось даже дуплет поймать. Ну, что сказать. И вновь поклевка. Мелкий окушок, наверное, самый мелкий за сегодня пока что. Но, тем не менее, активность радует. Выпускаем в ожидании новых поклевок. Вот после очередной поклевки от моего твистера остался только лишь небольшой кусочек. Такое тоже часто бывает. Особенно на овсетнике. Часто даже просто вообще полностью стягивает окунь приманку. Но это происходит потому, что он хватает ее за хвост. В данном случае вот он ее просто откусил. Если хватает за хвост, и при резкой подсечке приманка слетает с крючка. Силикон среди водорослей мы проводим, стараемся проводить ступенькой. Ступеньками по дну. Но постоянно цепляется трава, поэтому так периодически подергиваем спиннингом, чтобы приманку прорывать через травку. Крючок прячем внутрь силикона, чтобы не цеплялась трава. То есть здесь все-таки очень много травы над ней. Поэтому используем максимально не зацепляющиеся монтажи. Вот и поклевка. Вроде бы покрупнее. В этот раз сопротивляется. Активно их заходит все время в траву. Крючок надо форсировать. Да, поэтому надо максимально его... Это интересно. О! Пытается из последних сил сопротивляться. И вот он доставлен к нам на лодку. Так вот. Это то, зачем мы приехали. Горбач настоящий. Красивый горбатый окунь. Клюнул на смене приманки. Как раз предыдущую приманку окунь съел. Я решил поставить похожую рыбку. И последовала мощнейшая поклевка. Буквально в 5 метрах от лодки. Такую красивую рыбку мы не можем не отпустить. И она будет радовать рыболовов своими поклевками. Хороший, наверное. Если в траву не завел. Не, обычный. Обычный окушок. И 3 кг травы. С ним рядом. Вот такой зачетный окунек. Окунек. Хорош. Интересно, как произошло. Опять снаружи боднул приманку и зацепился с внешней стороны рта. Такой вот окунчик. Ух ты! Опять такая приятная поклевка. И такой живой горбач оказался у нас на крючке. Вновь мы поймали неплохого окуня. Вот как он красиво переливается в лучах утреннего солнца. Опять же, клюнул не так далеко от берега. Поклевка произошла достаточно на далеком расстоянии от лодки. Нам удалось попасть на окраину травы. И там незамедлительно последовала поклевка. К сожалению, с первого раза я не успел его засечь. Но подыгрываниями нам удалось его взять со второго раза. КОНЕЦ Вот произошла интересная сейчас ситуация. Увидели бой хищника. Выход. Я забросил прямо на всплески. И буквально на падении приманки произошла поклевка. И вот такой красавец купался. Поэтому, когда хищник охотится у поверхности, всегда нужно пробовать в это место забрасывать. Вот. Часто это дает результат. Такой красавец. Сработал такой удлиненный твистер. Расцветки машинное масло. Это, в принципе, по окуню. Одна из... О! Вот ее Алексея. Поклевка. Такой же, примерно, чуть поменьше экземпляр. Жадно атаковал приманку. Как вы видите, она полностью у него во рту. Клев на силиконовые приманки утих. И в том же месте вот удалось соблазнить. То есть рыба никуда не делась. Просто как бы перестала реагировать на те приманки, которыми мы ее ловили. Но вот на блесну удалось сразу же с первого заброса из-под самой травы поймать окушка. Сейчас попробуем еще. О, дорогие друзья! Хороший опушок. Очень даже. Вот такой попался. И сразу в траву. Вот это уже красавец. Настоящий. Настоящий горбач. Это, наверное, один из самых значительных экземпляров, которые попались в ходе нашей сессии. Вот такой красавчик. Поклевка последовала. За ней еще одна. И вторую мы подсекли уже. И? Ну, о! Хороший окунь попался. Причем жадно заглотил приманку. Вот. Ее даже не видно в пасте. Сейчас мы будем освобождать, потому что это двойничок у нас был. Четко видно, что чередование приманок дает определенный результат. Особенно, когда вы долго стоите на одной точке. То есть, когда закончился клево, обязательно нужно попробовать разные модели приманок и разные типы приманок. Менять цвет, вес, форму, длину. Любая смена приманки, она как бы может дать результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переместились на другую точку Тоже поймали окушка Сейчас уже в принципе солнце поднялось высоко И активность полосатых снизилась Поэтому сейчас по идее будет все хуже и хуже Клев будет утихать А к вечеру немножко возобновиться Но вечерний клев окуня не такой активный как утром Поэтому все-таки основная рыбалка по окуню это с утра Но дальше в течение дня мы планируем попробовать Ловить не только окуня, но и судака Если повезет, то и другого хищника Опять сработала вертушка Причем вертушка достаточно крупная Как бы проводили мы эксперименты с размером блесен И они показали, что где-то третий номер блесны Это оптимальный размер для здешнего окуня Потому что более маленькая блесна Ну во-первых она хуже летит Выше идет А вот именно где-то тройка Это 6,5 грамм она весит То есть примерно вот такие блесны От 5 до 8 граммов Оптимально подходят для этих условий Сейчас мы используем широкий лепесток Который дает максимально активные колебания И привлекает хищника с большого расстояния В принципе на форму лонг тоже можно ловить Но в тех местах, где поглубже Если же мы ловим вот полтора-два метра То лучше использовать вот такой широкий лепесток Переплывали с места на место И чисто случайно просто по эхолоту Я увидел интересный свальчик с коряжками И буквально вот на первом же забросе На силикон отозвался судачок Глубина всего 4 метра Мы ехали по мелководьям И как бы постоянно Тут вообще это характерно для страхолесия Здесь очень много среди водорослей Очень много канавок Канавки, небольшие локальные ямки Если просто ходить по ним с эхолотом И смотреть там где твердое дно Какие-то коряжки, интересные бугры И вот пробовать в таких местах То практически всегда можно найти хищника таким образом На вот такой розовый силикончик плавающий Небольшой Ушастик у нас 18 грамм Ну честно говоря, взял первое, что попалось под руку И вот сработала эта приманочка Такой вот судачок Отпускаем его Вот такой вот малыш Тоже ударил приманку Как-то сбоку То есть Бодает Не хочет активно клевать Поэтому Такие вот поклевки Судак вообще такая рыба Он часто как бы Прижимает бывает подбородком Грудными плавниками Или вот как сейчас Снаружи За щеку он попался Ну надо сказать, что Засечь его при таких поклевках Можно только при использовании двойника То есть Если использовать оффсетник То практически Невозможно его Подцепить крючком Когда он прижимает приманку Поэтому я предпочитаю При ловле судака Ну если позволяет Коряжник использовать Открытый двойной крючок И только в самых там Густых корягах Применяю оффсетник Ну что ж Отпускаем судачка В надежде На поклевки Более крупных экземпляров Еще судаковая поклевочка На ту же приманку Ну сейчас взял хорошо Оба двойника В верхней губе Такой вот судачок Пустим его тоже Пусть растет И радует нас В будущем Субтитры подогнал «Симон» Поймали судачка Несколько раз Он пытался Атаковать приманку Тщетно И вот С четвертого раза Наверное уже У нас получилось Его засечь Такой маленький хищник Отпускаем конечно же Потому что Ему надо еще расти и расти Что-то не крупное Похоже что Снова Маленький судачок Сегодня Одни малыши клюют Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Искали мы рыбу В основном На старом русле Днепра То есть В стороне от основного русла Недалеко от водной растительности Окуня Ловили на глубине Где-то Порядка двух метров Полтора-два метра Тоже возле травы На чистых местах Проводили вертушкой Пробовали То есть в принципе Неплохо реагировал окунь Сегодня на вертушку Но в основном Правда не крупный Чуть Где было Больше травы Там уже использовали Силиконно-овситных крючка Судака Искали в более глубоких местах По канавам По глубоким бровкам То есть Где-то С Трех на шесть С четырех на восемь Приблизительно На таких глубинах Судака Ловили исключительно На силикон На съедобный Вот у меня Лучше всего Зарекомендовалась Плавающая Силиконовая приманка Причем розового цвета Провоцирующего Нужно сказать Что судак В принципе Сегодня Не очень активный Был поэтому Вот такой провоцирующий цвет Приносил максимум поклевок Хочу напомнить Что все снасти и приманки Которые я использую В своих программах Вы можете приобрести В сети магазинов Проверенные снасти По адресу Еленовская 16 Возле станции метро Тараса Шевченко И Сейчас открылся новый магазин По улице Приречной 7-9 На территории Лодочной станции Наталка На Облонской набережной Добро пожаловать Вот и подошел к концу Наш рыболовный день Мы отлично отдохнули И неплохо порыбачили Рыбалка была непростой Рыбу пришлось поискать Потратить время К счастью Удалось найти Несколько хороших мест Периодически Какие-то поклевки были То есть в принципе Рыбалка была Интересной и насыщенной То есть эти места Порадовали нас Хорошей рыбалкой И мы сюда вскоре Обязательно Снова вернемся Всего хорошего До свидания До встречи на телеканале Трофей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»